МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это рубрика Гуляев по Перми. Прекрасная погода, светит солнце, жара. Выходим в город, вопросы подготовили? Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто обычно появляется на берегу в чешуе, как жар горя? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рыба. Рыба. Вариант принимается, но все-таки не рыба. В чешуе, как жар горя? Не скажу. Ассоциативный ряд не простраивается, да? Неа. Следующий вопрос? Да. Сейчас, честно, без понятия. Прямо так, знаете, зловещая музыка и такой голос низкий. В чешуе, как жар горя? Как царь. Царь? Рядом, близко. Я забыл. Посейдон. Посейдон. И с кем он выходит? Вот он первый выходит, а за ним выходят с Посейдоном 30. Три богатыря. Я, честно, не знаю эти стихи. Стихи же это, да? Да, да, это близко. Пушкин. Чешуе, как жар горя. А вот кто? Не помню, честно говоря. Там еще ими всеми управлял. Черномор. Дядька Черномор, точно. А что, значит, выходит с Миссиси? 33 богатыря. Прекрасно. 33 богатыря. Прекрасно же. Вот видите, все отлично начинается. Все умное. Откуда у нас 33 богатыря? Это что такое? Это русская сказка. Как называется? Ну, тут посложнее. Что вы представляете? А, это с Пушкиным, с Пушкиным, правда? Да, 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 все верно. Золотой петушок, нет? 33 богатыря. Прекрасно. Откуда это у нас? Сказка о царе Салтане, насколько помню. Шикарно. Как появляется на свет лягушка? Почему-то многие либо подзабыли, либо не знают. Давайте немножко отойдем. А, лягушка, это же, как они называются? Лягушка сразу рожает или что там происходит? Мальки появляются. Головастики такие. Головастики. То есть из лягушки выходят головастики? По-моему, да. Сразу много? Ну, да. Да, ты такой, да, из лягушки. В общем, роды еще те, да, и все уважают. Лягушка-то у нас сразу рожает лягушонка? Нет. Что происходит? Головастики из нее выходит. Головастики сразу из нее выходит? Много? Да. Сразу головастики? Нет, она икру, наверное, мечет, потом появляется головастика. Отлично. Из яиц. Из яиц, а потом? А потом? Сразу лягушка вылупляется из яиц. А-а-а. Малек. Малек. Малек появляется. А как правильнее его называют? Подскажите. Ну, это происходит его название от того, что он сами себя представляет. У него есть хвостики, есть огромная... Головастики. У нас сначала появляется как головастики, потом развивается, собственно... То есть из лягушки сразу же выходит головастика? Нет, из икры получается. Икринки. Икринки. Отказывается головастики. Головастики. Ну и лягушонок. Ну и лягушки. В каком городе находится Нотр-Дам-де-Пари? Нотр-Дам-де-Пари, да. Какой город? Давайте так. Что такое Нотр-Дам-де-Пари? Собор. Собор? Какой? Вот название. Нотр-Дам. Нотр-Дам. Нотр-Даме он и находится. Какой-то богоматери. Какой-какой матерей. Ей ему там подсказывают. Собор. И там ответ скрывается. Я не помню. Ну, хотя бы страна. Нидерланды, нет? Нидерланды, отлично. Ну, это же я знаю. Вы меня застали врасплох, я вообще не готова. Ну, давайте, что такое Нотр-Дам-де-Пари? Ну, это здание, которое еще... Известно, везде его... Да, да, все верно. Игария. А в каком городе? Нотр-Дам-де-Пари. Нотр-Дам. Ну, давайте со страны начнем, хотя бы страна. Нотр-Дам-де-Пари. Я уже подсказывал. Франция. В Париже. В Париж. Отлично. В Париже. В Париже. Отлично. А как переводится-то Нотр-Дам-де-Пари? Собор с Парижской Богоматери. Какой? Парижской. Парижской, да, отлично. Все мы это знаем. Следующий вопрос. Как называется крупнейший замкнутый водоем на земле? Водоем со всех сторон. Байкал? Есть что-то больше Байкала. Не скажу. Озеро. Его еще называют озером. Но, по сути... Это вам конкретное название? Или Байкал, в смысле, вы имеете? Нет, есть чуть побольше. Еще больше. Эм... Его так-то морем называют, но он так-то классифицируется тоже, как озеро. Не знаю. Его еще называют озером, но так-то это море. Я уже подсказываю его название. Ну, он у нас находится в стране. Да, это у нас. Чуть побольше есть. Тогда не знаю. Сейчас не углублюсь. На К... На К... На К... Начинается на К. Название? Каспий. Не Байкал, да. Да, ну не Байкал. Ну не Каспийская. На К... Правильно, Каспийская. Самый известный в истории нашей страны Леонид Ильич. Якубович? Якубович, откуда вы знаете? Поле чудес. Леонид Ильич Сталин. Сталин или Леонид? Леонид Ильич? Сталин. Леонид. Сейчас запуталась, да. Давайте так. Чайковский? Ой, нет. Ерунду сказал. В истории. Он историческая персона, историческая личность. Леонид Ильич. Брежнев? Брежнев. Леонид Ильич? Тут нам говорили Якубович, но я сомневаюсь. Ну, кстати. Ну, может быть, да. Блин. Это, наверное, кто-то из СССР правителей, да? Да, 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 да. Брежнев? Прекрасно. Девушка, вы ответили на все вопросы правильно. Бонусы будут? Я вас поздравляю. Вспотели ладошки? Бонусы будут? А, бонусы. Нет, к сожалению, мы не бегущие косарьи, не бабосы за вопросы. На этом наша рубрика подошла к концу. Читайте книги, любите свой город. Увидимся на улицах Перми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова